Я не изложу министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Александровичу Колокольцеву. Я об этом проволчу. Я готовлюсь. Он будет спрашивать, да? Он будет спрашивать, а я буду докладывать. Мое мнение, вот как практика, как регионального руководителя, ну, я думаю, что мне есть что сказать, что предложить. Высказать твою точку зрения. Я всегда был сторонник того, что если принимать какое-то решение, судьбоносное для страны, для МВД, то нужно взять, собрать теоретиков из университетов наших полицейских, из академии управления, которая когда-то заканчивала, там мощнейший потенциал. Очень много толковых преподавателей, которые послужили на практике. Потом собрать пенсионеров, которые ушли со службы, но, имея свою точку зрения, знают, и практиков собрать. И вот эту команду посадить где-то там на месте, сказать, ребята, готовьте предложение, только только направлять. Каким путем нам войти? Как реформы проводить? И потом экспериментально провести на пяти регионах или на трех регионах эксперимент по тому или иному изменению в системе МВД. А потом не для нее по всей России. Я думаю, что... Ну вот, некоторые предложения я внесел. Ну то есть ключевые проблемы вы для себя уже обозначили и знаете, как бы вы хотели их решить? Безусловно. С точки зрения из колокольника, грубо скажу, регионального начальника Главка. Я могу ошибаться. Со мной могут не согласиться. Там, может, другие начальники Главка по-другому построят. Я знаю одно, что мне представляется, что та система, которую мы выстроили контроли за оперативной обстановкой, вот здесь каждое утро в 8.45 собирается здесь оперативная группа, в которую входят ответственность от руководства, ответственность от службы, представители уголовного розыска, БЭП, охраны порядка, штаба, ЭКЦ. Ну в общем, все-все-все-все представители всех служб, проверяющие, которые докладывают, очень коротко область включается, она по селектору. Все начальники, не теряя времени на разъезды, сидят в кабинетах и слушают. Все докладывают по своей линии. Сколько преступлений? Есть следы изъяты? Что-то с этими следами? Почему не задержали этого преступника? Куда выехали? Где засады там и так далее? И это позволяет, все это слышат, то есть аппарат главного управления, все знают, что происходит в области за сутки, все в горячем режиме получают онлайн информацию, то есть, что происходит, и быстро реагируют. И каждый к посмотрению докладывает, сколько укрыто преступлений, не укрыто, почему это мошенничество совершено, а кто работу свел с этой бабушкой, почему ее предупреждали, там, эту бухгалтершу, или нет, за то, что мошенники есть у нас в России, кто работал участковый, который вел. Вот эта вся работа, она проводится 30-45 минут максимум. Все владеют, все заряжены, все готовятся по своей линии. И, на мой взгляд, эта система управления и отслеживание оперативной остановки в горячем режиме посуточно начальником.